1996 год. В газете «Утро Петербурга» выходит статья с заголовком «Фестиваль простился с детством». Речь о четвертом кинофестивале «Окно в Европу». Его президент Савва Кулиш комментирует. Сегодня и организаторы, и зрители ощутили, что фестиваль обрел почву под ногами. Теперь здесь отмечается наградами, получает поддержку, все лучшее, что снимается в России. В этом году это уже 30-й по счету фестиваль, и мы решили задуматься, а каков его реальный возраст? Ну, в человеческом летоисчислении. Он подросток, зрелый муж в полном расцвете сил или почтенный старец. В принципе, мне кажется, что уже Выборгский в 30 лет, то уж, ну, очевидно, что он уже взрослый мальчик. Лет 35-40. Зрелый. Уже не подростковый, конечно, возраст. А в свой первый год «Окно в Европу» задумывался даже не просто как фестиваль, а скорее как кинорынок. Фестивалем он стал уже после. И тоже непростым. Это интересный фестиваль, что назывался почему-то «Фестиваль интеллектуального кино». Он, так сказать, даже не был, это не массового зрителя. И действительно так, Сокуров привозил свою, Катлина Керамуратова привозила. Форматовов был немножко странный для фестиваля. Его можно было назвать как такой творческий семинар скорее. В общем, это все было как-то не очень форматно для сегодняшнего понятия фестиваля. Фестиваль роз. И вообще вся атмосфера, которая вот тогда возникла в Выборге, она была мне интересна по настроению, по психологии. Поэтому это было важно. И слава богу, это уже 30 лет существует. В одно время тогда появились кинотавр, фестиваль «Россия документального кино». Чуть позже «Флэртиана». То есть такое-то время расцвета. Они все выжили. Выборгский выжил. Это прекрасно. Это время переосмыслить историю свою. Может быть, найти какую-то новую дорогу. Это время для фестиваля второй молодости. Вот когда мы приезжали сюда, все-таки мы уже были такое зрелое поколение, которое участвовало в фестивале. Смирнову, там, предположим, Римма Маркова была, там Вячеслав Тихонович, Заманский. Здесь много было, да, актеров. Все были так летом уже там под 50, предположим, 40. А сейчас он стал более молодым. Еще лет 5, а то и 10 назад я, как говорится, купался в кругу своих друзей и знакомых. Там почти равенство. Сейчас уже никого их нет практически. У тебя, как говорится, одна осталась, наверное. Мы с Арменом Николаевичем, как говорили, динозавры такие. Сейчас молодежь преобладает. Это, в общем, очень хорошая примета. Там он просился с детства, а здесь он вернулся в молодость. Вернулся в молодость настолько, что в этом году 8 из 11 режиссеров конкурса игрового кино – это дебютанты. А самой молодой дебютантке, Софьи Мелединой, всего 25 лет. Когда «Окно в Европу» только появилось, самой Софьи не было и в сценарии. Но вот прошло 30 лет, и мы видим участников, которые родились при фестивале, выросли при нем и привезли на него свои первые фильмы. Ему не нужно доказывать больше ничего никому. Он есть. Правда? Когда ты спрашиваешь, что у вас на фестивале? Ну что, на голове никто не ходит. Есть новые фильмы, новые имена. Есть выбор. Мы здесь, мы показываем свое кино, люди приходят на него. Это прекрасно, это важно, это самое главное, потому что происходит взаимодействие. Фестиваль – это взаимодействие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова